которое компания наша выдает в мир. Это технология блокчейн третьего поколения Юбик. Смена исходника в обязательном порядке для того, чтобы работать, хранить информацию на Юбик. Смена исходника нашей монеты была... Она сейчас, собственно, претерпевает трансформацию. Именно поэтому у нас уже другая монета. У нас уже не монета с саркой. Мы получаем монету Кварк. Это наша же монета. Всем партнерам безболезненно замена происходит монет саркой на монетку Кварк. Мы все получаем в новом виде наши заработанные деньги. Не заработанные, извините, а приобретенные путем покупки пакета. Поэтому ничего, перерегистрация не происходит. Проверяйте все те же и все то же. Все те же основатели, все тот же адрес, все тот же финансовый номер, все тот же банковский счет. Абсолютно все реквизиты компании на месте и все те же. Это не перерегистрация компании. Это изменение подразделения, которое является частью холдинга КриптоТЭК. У нас единственный раз происходила перерегистрация статуса юридического, путем увеличения уставного фонда. Крипто коммерс стал летом КриптоТЭК. Мы все об этом знаем в связи с необходимостью изменения статуса юридического для подписания протокола, банковского протокола работы в секторе обменных операций криптовалюты на реальную деньги. Это требование Международного кодекса, Международного юридического законодательства по работе легально в этой области. КриптоТЭК на месте и никуда не делся. Все остальное – это, извините, решение самих владельцев всего того, что они нам предоставляют. Итак, Infinitum Flame. Больше не говорим по уманерс, потому что с сегодняшнего дня уже работает нормально у нас сайт. Вы сами видите, что переходник просто набирает Infinitum Flame, и открываются ваши век-офисы, ваших старых, старые век-офисы старого сайта. Поэтому создатели все те же, три основателя, три учредителя и три владельца, которые каждый по своему направлению отвечает за профессиональную работу в определенных направлениях. Сальватор – это техническая поддержка, Рубен – это маркетинг, и Люк Вильямс – это криптография, это разработка технологий. Его группа, он ответственен, у него своя группа, которая не является частью криптотек. Внимание, сам Люк Вильямс является соучредителем и владельцем этой организации. Но учитывая, что он на рынке в своей профессии работает давно, у него послужной список достаточно широкий, имя его достаточно известно в этой области, поэтому его команда, с кем он работает в связке уже несколько лет, это интернациональная команда криптографов-разработчиков из различных стран. Они работают в одном направлении, в одной команде, разрабатывают продукт. Далеко не каждый продукт их разработки, совместной команды, до того, как Люк стал собладельцем криптотек, являлся собственностью этой организации. Поэтому и Юбик, собственно, начинался как новое слово в технологиях, и уже когда стало понятно, что компания Криптотек намерена работать серьезно на рынке, серьезно выдавать конкурентные продукты на перспективу, на будущее, серьезно инвестироваться в эти разработки, вот тогда Люк вошел в команду совладельцев, совладельцев, соучредителей, его команда работает с ним на выдачу продуктов в готовом виде, продуктов цифрового ряда, это новейшие технологии. И на сегодняшний момент то, что выдает Люк, как совладелец Криптотек, это собственность Криптотек. Поэтому Криптотек остался на месте. Но я не знаю, возможно, у нас на сегодня изменение момента исходника, что повлекло изменение ее названия и изменение маркетинга, который предусмотрели улучшение его, с моей точки зрения, и с точки зрения многих партнеров для того, чтобы расширять возможности компании. Возможно, и в дальнейшем будут какие-то изменения. Это собственность Криптотек, который есть, был, есть и будет. В одном адресе, в одном финансовом номере, в одном едином перечне соучредителей, одни и те же адресный физический и юридический один и тот же, и ничего не меняется. И меняться вот так по желанию щелчком пальца не может. Вы поймите, что взяв курс на легальную работу в этой области, они работают легально в Испании, страна, где работа в области крипторазработок лицензируется. Это страна, ну, серьезного налогообложения, серьезного учета всех компаний, работающих в различных сферах экономики, особенно в этой области. Поэтому, единожды избрав вот цели и задачи, где работать, они приняли решение, и их перерегистрация для усиления своего юридического статуса, расширения своих возможностей в бизнесе была сделана. Криптокомры стал криптотек. Все, они сделали, они это закончили, и 1 октября на конференции они это объявили. Все, мы необходимые работы подготовительного первого года завершили. Теперь наша работа – это выдача продукта, работа по его социализации, работа по его капитализации, подъему его стоимости, и дальнейшие шаги, которые они намерены в 2017 году осуществлять, это именно работа по поднятию стоимости своих продуктов на рынке. Потому что Саркоин теперь, который Кварк, это не единственный продукт, который компания обязалась выдать. Вы все прекрасно знаете, и мы об этом говорили в 2016 году. Там есть наработки еще. Сейчас они заняты именно вот этой продукцией. Мы, может, в конце 2018 года получим еще один продукт, еще, может быть, более интересный. Это не означает, что компания не будет менять свою стратегию и тактику. Главное, что компания жила, живет и будет жить. Я думаю, с этим все понятно. Поэтому добро пожаловать в Infinitum Flame. Мы сегодня говорим о сетевом подразделении нашего холдинга, в котором мы все с вами являемся партнерами. Так, люди… Извините, я сразу по ходу читаю, потому что уйдут потом вопросы, о которых идет речь сейчас на фото, или это просто картинка? Это официальная презентация. Это не люди, о которых идет речь. Да, еще один момент, еще одно уточнение. Уже сегодня… Вчера он говорил это на презентации. Сегодня Адриан сказал, что за выходные дни мы должны получить уже все то, что готово в PDF-файлах. Я уже получу это все. Мы сможем опять вернуться к стратегии подачи нашей дубликации бизнеса в расчетах. Мы сможем это сделать. На следующей неделе компания должна дать дополнительно видеоматериал. Я не знаю, как быстро будет русский, но сказали, что вот эти языки, о которых говорил Рубен, в том числе русский язык, в видеоматериалах, в промо-материалах будет присутствовать. У них есть заключенные договора с переводчиками официальными, которые являются, ну, скажем так, работниками к сетевому маркетингу, потому что мы знаем, что сложный перевод. Перевод просто в терминах не всегда соответствует смыслу того, что мы хотим сказать на презентациях. Поэтому у них есть… Эта работа ведется, есть человек ответственный за эту работу, и мы получим. Я думаю, может, на следующей неделе, может, через пару недель. Я имею в виду в русском языке. Все, что касается испанский ипорт и английский, то есть оригинальные языки и международный язык-носитель это английский, мы получим уже, так думаю, с понедельника. Это презентация в файлах, которую компания дала. Я думаю, что они ее еще доработают. Но это первая, которая была показана во вторник. Рубен по ней проводил презентацию, объяснял все изменения технические и маркетологические, то, о чем я сейчас говорю. Но вот в законченном виде, за выходные они закончат и выдадут. Я думаю, с понедельника мы будем иметь. Все, что касается отдельно, потом приготовим презентацию. Они дадут презентацию. Дело в том, что это маркетинг, презентация по маркетинг-плану, план вознаграждения. У них две части подачи информации. Есть информация в PDF о компании. Все то, что я сейчас проговариваю, там будет расписано. Я так думаю, что все, что мы просим, документы, фотографии, истории, это все там. Задачи, цели задачи, стратегии исполнения, это все идет в первой части. И вторая часть, это будет комплексный план вознаграждения. То, о чем я сейчас говорю и что показываю. Других файлов просто у меня новых нет. Старые я уже не берусь показывать, потому что там старая аббревиатура. Мы уже говорим о компании Infinity and Flame. Итак, на сегодняшний момент эта компания, с которой мы с вами все сотрудничаем, Infinity and Flame, сетевое подразделение CryptoCommerce, предлагает нам три вида маркетинга, два вида из которых уже реализованы. Это Infinity and Flame. Собственно, маркетинг, который строится на продвижении информации о продукте CryptoTech. На сегодняшний день это монета Quark, за которую мы получаем вознаграждение по структуре, которую мы с вами формируем. Отдельный маркетинг – это Infinitum Tart, продвижение информации о продукте, карта, которая тоже является собственностью CryptoTech, и отдельный маркетинг в меньшем количестве уровней, но тоже вознаграждение, которое мы можем получать, даже не участвуя в маркетинге Infinity and Flame. Третье звено, которое будет введено в первом полугодии 2017 года – то, о чем мы с вами говорили в конце 2016 года, слышали, смотрели, то, над чем сейчас плотно работает компания здесь по Европе, началось формирование платформы. Это платформа Cashback, по которой мы сможем, пользуясь нашей картой, построить сеть потребителей бизнеса, бизнес-продуктов, которые располагаться будут на этой платформе, по системе скидок, совершая покупки, и получать вознаграждение по системе построения сети. Три вида маркетинга, они различны. Три вида вознаграждений, три в одном. Три бизнеса в одном. Именно об этом сегодня я хотела сказать, что на сегодняшний момент вы видите, что уже объединили, компания уже выдала официальные файлы, три направления маркетинга объединить в одной платформе, в одном PowerPoint. Почему? Потому что все это завязано, так или иначе, все три подразделения друг с другом взаимосвязаны. Не имея карту, вы не сможете делать покупки, получать скидки по системе, по скидочной системе этой платформы. Карту вы можете приобрести только, приобретя ее через регистрацию на основной платформе, хотя и не хотите заниматься основным продуктом, а хотите только картой заниматься. Да, пожалуйста, занимайтесь. Но если вам интересно открытие 11 уровней вознаграждений, вы так или иначе должны будете купить пакет по основному маркетингу, то есть уже понять, что это такое, хотя бы поинтересоваться, что вы покупаете. А покупая основной пакет, вы, естественно, поинтересуетесь о заработках по основному маркетингу, захотите продолжать, либо нет, ваш выбор. Но так или иначе, нас компания перенаправляет из одного отделения в другое. Поэтому все три направления, маркетинг-направления взаимосвязаны, хотя и являются, ну, в общем-то, представителями различных платформ. Поэтому мы имеем на сегодня две платформы, в ближайшей перспективе третью. Итак, с чего же мы начинаем построение основной структуры? То есть изучив, я всегда призываю всех партнеров, прежде чем рекомендовать быстро загонять всех сюда, идите, вам тут все будет, и вам за это ничего не будет, пожалуйста, изучите тему, о которой вы предлагаете наш продукт. Это не простой продукт, мы все с вами, ну, в основном все с вами, мы относительно недавно пришли на работу в этот сектор. Для меня это вообще только 16-й год, до этого я не смотрела, не сталкивалась. Ну, пользователи биткоина, но я никогда не вникала, что, кто, зачем и почему. Выгодно биткоин стал популярен, выгодно инвестировать, мы это делали. Чтобы разобраться в секторе криптовалюты, чтобы вообще понять, о чем идет речь, а тем более кому-то предлагать и кому-то рекомендовать инвестироваться в нашу валюту. Пожалуйста, вы изучите матчасть, поймите, почему же наша валюта отличается от каких-либо других валют этого сектора, от каких-либо. Я не говорю, что все хорошие, плохие, просто у каждой есть свои характеристики. Так вот, изучите характеристики нашей валюты, нашей криптовалюты, поймите, почему у нашей криптовалюты есть будущее. Захотите познакомиться, пожалуйста, знакомьтесь с блогом создателя, разработчика криптовалюты. Он доступен, он онлайн. Кто захочет, вот многие из наших ребят, они напрямую в Твиттере связались с Люком Вильямс, они получают ответы напрямую. Просто необходимо приложить усилия, да, там английский язык, необходимо либо переводчик, либо самому владеть английским. Захотеть понять, что вам пишут. То есть для меня это китайский язык. Я не понимаю характеристики, не понимаю математические формулы, не понимаю глубину. Но для того, чтобы понять, где я, я, конечно же, выбрала какой-то период для себя знакомительный. Мне нужно было понять, кто стоит за этим, его послужной список в этой области. Что нам дает перспективы именно с этой валютой, что именно, какая основа. Если есть новые разработки, если есть инвестиции в технологию, если есть возможности расширения работ в этой области, у нас есть будущее. Если этого нет, никакой маркетинг, никакие бонусы и пассивы не спасут компанию, а также мои инвестиции в деньгах и в затратах физических сил не спасут компанию и будущее, мое и моих партнеров от краха. Именно вот это главные фазы, по которым мне нужно было определиться, прежде чем открывать рот и призвать партнеров рассказывать о этой валюте. Толком еще, подчеркиваю, не понимая и не разбираясь в характеристиках, в марте месяца этого года я начала приглашать. Почему? Да потому что компания, которая официально предъявляет абсолютно всю информацию. Хотите документы? Смотрите. Езжайте по адресу, смотрите, снимайте, проверяйте. Хотите познакомиться с создателями? Смотрите. Криптографы вам нужны? Пожалуйста. Хотите характеристики получить через их открытый сайт? Пожалуйста. Через блог Alexasterk? Пожалуйста. Что еще хотите? Хотите посмотреть, где наш банк? Пожалуйста. Проверить финансовую кодировку по Испании? Пожалуйста. Что хотите? Получите. При этом компания ни одного дня не прекращала выплаты. Так как нашу компанию нельзя относить к чисто сетевой компании, где заработок строится на продвижении, быстром продвижении маркетинга и зазывание направо-налево всех партнеров повсеместно. Наша компания – это компания прямых продаж своего продукта посредством построения сети, то есть с элементами сетевого маркетинга. У нас нет внутренних денег. Все ваши заработанные бонусы вы сразу получаете на свои кошельки. Нет возможности у компании замораживать, пользоваться внесенными средствами какой-то период, чтобы формировать какую-то финансовую базу. В пирамиде она обязательно должна быть для того, чтобы выплачивать обещанные вознаграждения по пассиву и по другим бонусам по пирамидальности для того, чтобы какой-то период оставаться на плаву. У нас этого нет. Ты сделала работу – получи. Сделала работу – получи. Одномоментно, на свой кошелек, сразу деньги. Можешь ими воспользоваться. Для меня это было главной характеристикой на сегодняшнем рынке. Толком еще не разбираясь в продукте, для меня было абсолютно убедительным вот демонстрация всего, что я хочу узнать в офисе. Приезжайте, смотрите. Все. Хотите знать, хотите пощупать, приезжайте, смотрите. Ничего не скрывают, ни от кого не прячутся. Это радовало в тот момент. Выдача продукта, который обещан, вовремя. Март, сказано, карта, получи. Получила. Что такое иметь карту на руках, которая позволяет выводить даже вашу крипту, переводить одномоментно в реальные деньги. Да что может быть лучше? Это один аспект. И второй, я же еще раз повторюсь, ни одного дня компания не прекращала платить. Даже на трудном стартовом первом году жизни, который был объявлен как год адаптации на этом рынке, изучение рынка, рынка конъюнктуры его, перспектив развития и направлений, в которых развивается на сегодня технология криптографии. Именно поэтому главная задача, которую ставили и неоднократно подчеркивали руководители компании, это создание конкурентно способного продукта не только на сегодня, но и в перспективе, и систем его защиты. Именно эти две задачи, которые позволяют нам с вами, партнерам этого бизнеса, строить долговременные перспективы, хотя бы на несколько лет. Поэтому я в этой компании, когда я приглашаю, говорю кого-то из своих партнеров присоединиться к нашему бизнесу, я рассказываю именно эти аспекты. Когда у меня спрашивают, я хочу привлечь инвесторов, покажите мне математический расчет, зашел, положил, что получил. Это не к нам, я сразу говорю. Если вы приглашаете серьезных инвесторов, каждый серьезный инвестор инвестируется и смотрит, считает базу. Не цифры, которые можно нарисовать быстро по маркетингу, а считает базу, просчитывает и анализирует, что за этим стоит. Если компания в прошлом году объявила, что наша задача – это изучение конъюнктуры рынка, и максимально, сколько мы пытали, наверное, еще в мае, вот было без конца, спрашивали, какое количество партнеров, перспективы роста, как вы видите ваше движение до конца года, какие примерно цены. Никогда Рубен не отвечал точно, он всегда говорил то, что я говорю сейчас. И всегда отвечал, что нужно понимать, что работа в этой области подразумевает соответствие некоторым позициям, обязательным позициям, которые компания должна сделать в своем развитии. То есть по протоколу покупка лицензии работы в этой области – это первый шаг. Второй шаг. Согласно протоколу, компания, которая работает легально в секторе криптографии, криптопродуктов, цифровых продуктов, обязана, кроме уставного капитала, который заявлен в учрительских документах, компания обязана проводить все транзакции, которые проводятся в криптосекторе, то есть поступление от новых партнеров нашей регистрации и проплаты в биткоинах, а также выплаты в этих биткоинах нам на кошельки, они должны дублироваться через официальный приход-расход по банку, в котором зарегистрирован счет криптотек. Еще раз повторяю, криптотек. У нас вся регистрация по криптотеку, основному холдингу. Именно там все показатели неизменны, а самое главное, что легальность и транспарентность всех вот этих показателей деятельности, финансовой деятельности компании. То есть, если компания заявляет какое-то количество партнеров, которых она готова обрабатывать по выплате бонусов, то такие суммы в евро должны находиться на счету у нее в банке. А банк у нас Акайша, испанский государственный банк. Это не офшор, и это не частный полукоммерческий полу-не знаю какой банк. Это официальный банк, который абсолютно все действия по счетам прозрачны. Для налоговых органов, проверяющих органов, вообще для любых контролирующих органов, которые захотят поинтересоваться вашей деятельностью. Это нужно понимать. Вот для инвесторов серьезных именно вот эта информация важна. Хотите проверять? Да, пожалуйста. Поэтому, когда было заявлено количество примерно 20 тысяч партнеров на первый год, то компания, ну, скажем так, начала перевыполнять в начале декабря. 20 тысяч, Адриан сказал, было на начало декабря. 20 тысяч партнеров. Именно поэтому, вы все прекрасно помните, нам не дали ознакомиться с новой технологией в конце декабря, хотя были тесты закончены на 18 декабря. Нам объявили, что все с новогодними праздниками, и необходимостью серьезно относиться к этим работам, перенесем эти работы на январь после всех праздников, то есть после 10 января. Но нам при этом дали промоушен. То есть компания дала промоушен, который, ну, закончился уже, ко всему прочему, благодарили нас, всех партнеров, достоверных партнеров, которые на протяжении года верили, знали и понимали, в какой компании они находятся, нас еще поблагодарили промоушеном, по которому нам давали подарочные монеты. А уж качество этих монет мы с вами знали, мы понимали прекрасно, что лучше сейчас стать партнером компании вот в этот промоушен, потому что перспектива вот с такими монетами, которые нам подарили, замечательно, ну, в ближайшей же перспективе. Именно поэтому все то, что было заявлено на 16-й год, я уже повторяла на прошлой конференции, сегодня говорю, Рубен сказал, все заявленные задачи на 16-й год компания выполнила. Во-первых, статус ее на сегодняшний момент в юридической регистрации не вызывает сомнения и, скажем так, внимание у проверяющих органов, потому что исполнены все необходимые требования по статусу. Ну, возможно, так с Россией сравнить, бизнеса среднего звена уже, перерегистрация произведена, договора заключены, серверные уже теперь на сегодняшний момент, которые хранят информацию компании, это серьезная организация, это организация телефоника, у которой очень большое количество акций государственных, это одна из самых крупных европейских компаний по телефонике, организации, поэтому все, что касалось необходимых условий работы в этом секторе, они исполнили, ко всему прочему, выполнили задачу, поставленную на 16-й год, еще на начало декабря, то есть количество партнеров, которые на сегодня имеют кошельки. Мы работаем в крипторынке, партнеры, полмандерс, это партнеры, которые имеют кошельки, в которых хранятся монеты, которые, естественно, уже прошли определенный путь, были розданы по структуре, по сети, уже сделали какие-то движения, то есть транзакции уже сформировали, то есть серьезно можно сказать, что Sarkoin свою легальность подтвердил. Следующим шагом компании был выход на новый уровень. Во-первых, с помощью своей разработки блокчейна третьего поколения, характеристики отдельно, они уже есть, я уже многим раздавал даже PDF, PowerPoint, тот, что прислали, дали, это все можно отдельно прочитать, почему он третьего поколения, этот блокчейн. Но задача компании перевести свою же монету, которая произведена по Proof of Stake, то есть технологии второго поколения, ее нужно перевести в третье. Это новые задачи, это новый исходник, это новые цепочки блоков, которые будут формироваться на новом блокчейне по другому алгоритму. Именно поэтому эта задача занимает какое-то время. Мы с вами видим, что Pool Card наш бывший, который теперь Infinitum Card, уже работает, уже открылся. Что касается Pool Manners, а теперь InfinitumFlam.com сайта, это несколько более затяжной период, еще и почему. Потому что задача компании вывести кошельки, которые мы имели у себя в подразделениях Pool Manners, в сетевом подразделении, кошельки, где мы хранили монеты, вывести их из сетевого хранения, то есть вывести отдельно. Уже у нас есть кварт.io, уже есть сайт. В ближайшем будущем мы скачаем кошельки, кто захочет, кто не хочет, у кого есть карты, у того в ближайшем будущем появятся на картах ваши кошельки, саркойновые теперь, кварковые. То есть мы будем иметь возможность хранить, вот в ближайшей перспективе, потому что процесс уже идет, мы будем иметь возможность хранить наши монеты, криптомонеты вне пределов сетевой компании. Это наиболее важный шаг, который компания реализует сейчас в начале года, потому что никакая монета, криптомонета, она не может быть собственностью никакого маркетинга. То есть компания, мы покупаем пакет, который наполнен определенными квотами, по которым мы получаем свои монеты в течение какого-то периода, месяц, полгода, либо год, но получать мы их будем на наши независимые кошельки. Это чистой воды прямые продажи. А получаем мы вознаграждение только за что? За то, что предлагаем информацию, изучить информацию о компании, которая так серьезно себя заявляет на рынке. Только за это. Поэтому нет никаких маркетинг-ходов внутри в компании, для того, чтобы привлечь внимание какими-то инструментами повышенной доходности. Нет. Здесь инструмент повышенной доходности за нашу конкретную работу. На сегодня пересмотрен, пересчитан и дано нам больше денег конкретно по линейке. Это чтобы было понятно. Именно поэтому они пересмотрели весь маркетинг-план по пакетам, переработали их. Почему возникла необходимость изменения и сайта, и названия? Да потому что у нас даже пакеты уже другой нагрузки. Мы покупаем пакеты с нагрузкой кварков, не саркоинов, уже монеты третьего поколения. Да, мы еще пока не можем купить. Я думаю, завтра, послезавтра будет информация, что мы начинаем покупать. Почему? Потому что монеты третьего поколения – это качественно другое наполнение нашего бизнеса. Именно поэтому бизнес, заметьте, бизнес строится, именно поэтому на файле в начале даны первые три пакета, которые позволяют строить бизнес, то есть полугодовой и два годовых пакета. Именно эти пакеты позволяют начинать построение бизнеса, потому что никакой бизнес не строится в течение месяца. Это инвестиционные пакеты. Итак, полугодовой, 180 дней, у нас стоимостью 124 евро, имеет 0,26 квоты получения кварков на ваши кошельки в течение этого периода. И два годовых пакета, 360 дней, 247 и 497 евро. Один имеет квоту 27, второй имеет квоту 0,27 и 0,56, то есть меньше единицы. Почему? Это годовые пакеты построения бизнеса. То есть если вам давать кучу монет, еще и год активности компании, какой смысл это делать? Понятно, что когда мы покупаем эти пакеты, мы строим сеть, мы строим структуру, мы получаем вознаграждение, мы имеем возможность купить инвестиционные пакеты, либо пойти на биржу, купить там монеты. Мы можем делать все, что хотим. Можем просто их потратить через банкомат, можем потратить на покупки онлайн, на покупки в магазинах, где хотите. Это уже ваш выбор. Но деятельность ваша на протяжении года вам дает возможность получать все вознаграждения по структуре, по весьма щедро оплачиваемому маркетингу вот за эти деньги. И при этом еще и получать монеты все время. Мы не знаем, что будет через три месяца. Может, он через три месяца на бирже будет в три раза дороже, а вы будете получать по этой цене. Понимаете? Поэтому у компании стратегия, которую она поступательно реализует и объясняет свои шаги весьма доступно. То есть на сегодняшний момент мы получать начинаем к варке по этим пакетам. У нас основные пакеты по бизнесу три. 180 дней, два по 360. К тому же компания без конца будет делать промоушены. Опять подтвердил Рубен, что акции, которые были бы интересны для привлечения партнеров для построения сети, они будут продолжать. Следующие это у нас шесть пакетов, тоже новых. Опять буквально сегодня говорили об этом, постоянно возникает вопрос. Цены какие? Это инвестиционные пакеты. Кому-то кто-то купил годовой пакет и хватает в этом месяце купить еще, допустим, 124. Кварков получить 30-дневный пакет все-таки 1,56 квот. Это совсем уже другие цифры. У кого-то больше денег скопилось, у кого-то там есть пол тысячи, то есть 500 евро, у кого-то есть 2,5 тысячи, а у кого-то есть 10 тысяч евро, которые они хотели проинвестировать. Почему сложились вот эти шестидневные пакеты? Опять же анализ работы в течение года. Все партнеры, я надеюсь, здесь присутствуют, некоторые партнеры уже длительно, длительно находятся в компании и видели, что у нас весной, допустим, мы начинали 6 пакетов, потом появились дополнительно удешевленные. Латинская Америка очень просила. А потом вдруг появились дорогостоящие пакеты годовые на базе шестидневных. Это просил Вьетнам, Гонконг, когда заходила Азия. Просто очень дорогие, 25 тысяч пакет был. Для чего? Для того, чтобы достигать квалификационных уровней, получить звание мастер-дистрибьютор, это определенный объем инвестиций по вашей структуре. И, конечно, когда заходили лидеры, которые работают в серьезных компаниях, естественно, вкладывали серьезные деньги. Но прежде все эти лидеры месяцами, то, о чем я вам сейчас говорю, ездили, разбирались, приезжали в офис, смотрели все, что можно посмотреть, проверяли все, что только можно проверить, чтобы понять. И, естественно, консультировались, скажем так, независимыми аналитиками о том продукте, который мы на сегодня имеем. Все это уже и онлайн очень много, особенно на блоге Алекса Стерк, там очень много информации. Алекс Стерк уже после октября – это официальное лицо по распространению информации на своих носителях, онлайн-носителях, о разработках Люка Вильямс. Он этим занимается уже больше двух лет, они друзья. На сегодняшний момент он официальное лицо, которое дает информацию о разработках от имени Криптотек. Адрес у нас в бэк-офисе, он там тоже находится, причем Алекс Стерк – это Канада, Люк Вильямс – это Новая Зеландия, Сальватор Дарко – это у нас, извините, Италия, и все они живут в Севилье. Расходы по их содержанию компания тоже берет на себя, потому что собрать команду профессионалов в едином месте, которые работают серьезно, профессионально и плодотворно в своей области – это важно, это результат дает. А результат – это всегда деньги. Именно поэтому всех можно найти там, все там. Мы с ними, со всеми знакомы. Соколча Ирина Игнатьева была, Данья была. Мы все знакомы, все их видели. Ну, мы не говорим по-английски, но, тем не менее, нам переводили, мы все смогли понять. Все это доступно по адресу, который вы можете найти в бэк-офисе у себя, в основном в бэк-офисе Pullmanes, который на сегодняшний момент принятый флам, вы можете найти адрес, можете пойти в гости. Ирина вообще совершила подвиг, я считаю, в свое время, не владея ни одним языком, кроме русского. Она решила, не спрашивая разрешения ни у кого, не советуясь ни с кем, с планшетом в руках, она направилась в Севилью, по планшету нашла адрес и пришла на русском, с ними объяснила. Это был цирк, но это была правда. И они все поняли. Мне нужна фотография вас, мне нужна фотография рабочего места люка, мне нужна фотография, где Pullmanes, где машины, где что. Вот, здесь реально, ты на это сделала в свое время. Все так же, на том же месте, и никуда не уезжать не собираются. С этим все понятно, я надеюсь. Что такое квота? Вот здесь идет, в общем-то, походу, я сразу отвечаю. Что такое квота? Учитывая, что в прошлом году у нас конечное количество монет, поэтому устанавливается квота распределения кварков для каждого пакета, который мы с вами купили, она разная, в зависимости от наших вложенных денег. Квота получает количество монет ежедневно разное. То есть, в прошлом году у нас была цифра 64 800 монет ежедневно распределялись между всеми активными партнерами по квотам их пакетов. В этом году, вы помните, я много раз говорила на прошлых презентациях, что этот год у нас уже не 25 миллионов, а 19 миллионов монет распределяется между активными партнерами. На сегодняшний момент вот эти 19 миллионов распределяются каким образом? Ежедневная квота 54 500 монет распределяется между всеми активными партнерами согласно квот их пакетов. У нас нет теперь единичных, у нас было 75 пакет, это единица была, да? У нас нет единицы теперь, у нас минимальный, допустим, 1 56. Ну, суммируются все квоты и делятся на количество квот. Я там знаю, как компания, алгоритм высчитывает. Раньше я могла спокойно вам посчитать 75 пакет, сколько он получает в день, допустим, на конец периода 75 пакет, опять же, это были саркойны, сейчас кварки. То есть мы получим расчет, возможности, я думаю, в ближайшие дни я буду смотреть, как это, пока я еще не могу вам сказать. Но смотрите, вот одна квота, допустим, по 75, последний период соответствовала получению где-то уже порядка 18, 20, 16, 28, в разные дни по-разному, потому что у кого-то заканчивается пакет, кто-то докупает новый, новые партнеры входят. Различное количество квот ежедневно активных. Поэтому делятся и единая квота. Мы получали сколько там, допустим, 20 саркойнов в день, мы умножали на квоту, которую мой пакет дает. Вот, допустим, квота там была и 16, и большие квоты были. Здесь мы видим какие-то, вот 3,22, допустим, это 247. Вот я единицу умножаю на 3,22 и получаю количество монет в день по своему пакету на сегодня. Но я их и так вижу ежедневно у себя в бык-офисе. Здесь нет установленного количества монет и быть не может, потому что они распределяются, конечное количество монет очень четко распределяется по количеству квот активных ежедневно. Все, больше никак. Причем доступ к этим, там алгоритм так и работает, что, как Сальватор говорил, что доступ к этим монетам, он может заказать количество только на неделю. Если он их выбирает в течение 3 дней, то он заказывает опять на неделю, опять выбирает. Они не могут их больше, чем на неделю выбирать. Это опять же по системе защиты информации, по алгоритму распределения, это тоже все, в общем-то, четко проработано. То есть там тоже очень... ...годом работы над защитой наших кошельков, возможностью гарантировать стопроцентную сохранность наших заработанных денег и наших полученных монет. В связи с этим были ускорены работы по Юбит. Это отдельная тема. По квотам понятно. Так, теперь, следующий файл нужно сказать, обязательно сказать, что, я не знаю, когда, но следующий промоушен Рубен сказал, что в ближайшее время опять получим. Этот файл все время будет сохраняться в презентации, потому что он говорит о том, что на 17-й год компания промоушена, то есть акции, которые бы привлекали внимание партнеров по более низким интересным вопросам входа, более низким ценам пакетов с сохранением квот, будет продолжаться. Поэтому мы получим информацию в ближайшие дни, какой следующий промоушен. Следующая разработка наша карта. Если по маркетингу, по Infinitum Flam мы имеем 75% всех входимых в компанию средств от покупки пакетов с наполнением нашими монетами, 75% отправляется на выплату вознаграждений. По карте это отдельный маркетинг, это отдельные деньги. 47% всех денег, поступающих в компанию от покупки карты, 47% тоже отправляется в сеть, почти 50%. Тоже в сеть, здесь свой маркетинг отдельно от основного, два маркетинга. Третий, пока нет никаких цифр, потому что вначале будет проведен анализ, анализ возможностей платформы, а также не всегда статистику имеют для того, чтобы просчитать маркетинг и дать нам в пользование. Рубен просчитывает очень тщательно, он вообще маркетолог, он 20 лет в этой области, поэтому просчитывает тщательно, устойчивый маркетинг может гарантировать. Он был приглашаемым специалистом в несколько компаний именно по просчету маркетинга. Человек имеет опыт в этом вопросе и гарантирует нам всегда, что наш маркетинг может быть стабильным и устойчивым на годы вперед. Только это и может гарантировать нам стабильность нашего бизнеса. Итак, теперь немножечко подробнее по бонусам, которые нам сегодня предоставляют по маркетингу. Они несколько изменились. Вы видите, что если у нас бонус, который нам давался, коммерческий бонус первый, который нам давала компания по старому маркетингу, он достигал 50%, на сегодня это 60% от всех необходимых денег, 60% отдается в коммерческий бонус. Несколько изменился бонус бесконечный и бонус соответствия. Бонус лидерский изменился 100% полностью, потому что решили дать возможность большему количеству партнеров достигать максимально быстро квалификаций, квалификаций, которые облегчают нам заработок по этим. Смотрите, остановлюсь на файле, там будет понятно. Чем больше моя квалификация, чем быстрее движусь по карьерной лестнице, тем больше денег за ту же работу по тем же уровням я зарабатываю. Они решили сделать коммерческий план, коммерческий бонус прогрессивным. Именно поэтому пересчитали вот тот бонус, который давался лидерским подразделениям, лидер организации, лидер сообщества, пересчитали его в коммерческий бонус и добавили, облегчили возможность достижения квалификации и добавили денег всем, чтобы все могли больше зарабатывать именно в этом статусе. Это самый жирный, самый большой бонус. Он дает максимальное количество заработка, поэтому ему уделили внимание. Вместе с тем, разработан новый бонус 6% от оборота компании. Это лидерский, действительно, лидерский бонус. Я скажу о нем подробнее чуть позже, но сегодня уже информацию, которую получила от Адриана, могу сказать, что мастер плюс инсентиву, мастер инициативный лидер. Мастер – это квалификация, которая давалась по странам и регионам. На сегодня мастер – это квалификация вашей работы, объем инвестиций в вашей структуре. Это отдельные будут цифры, и по мастеру компания дает в распределение по сети 6% своего оборота между этими квалификациями. Очень много денег для лидеров амбициозных, которые действительно хотят зарабатывать, действительно хотят помогать своим партнерам двигаться в этом направлении. Итак, вы активны, да? Всего вы видите сколько? Пять квалификаций. Активный – вы купили пакет, вы активны. Несмотря какой пакет вы купили месячный, вы проинвестировались, ну, проинвестировались замечательно. Но вместе с тем, если вы купили месячный пакет, который вам интересен, инвестиционный, вместе с тем, естественно, вы захотите иметь карту, потому что она будет помогать вам воспользоваться этими монетами в реальной жизни, вы можете рекомендовать эту карту. Это второй маркетинг. Вы не работаете в основном в маркетинге, но будучи активным, вы можете предлагать карту, рассказать о ее нагрузке, о ее потенциале, и все, что вы по карте будете у себя видеть, вплоть до 11 уровня, вы будете получать в вознаграждениях, пока вы активны, вот именно активны в основном в маркетинге. При этом, если вы решили работать, и у вас пока только один кто-то серьезный лидер заинтересовался, начал строить структуру, для вас достаточно одного активного партнера, чтобы вы получали вознаграждение от 8 уровней. Это много. Ну и квалификация – это два приглашенных, и вы уже дистрибьютеры, вы видите, да? Это первая ваша квалификация. Конструктор группы мы видим, что теперь требуется два дистрибьютера и один просто приглашенный, то есть уже не три дистрибьютера. Лидер команды – два лидера группы, один дистрибьютер. Лидер организации – один лидер команды, два лидера группы, дистрибьютер. И самое главное, лидер сообщества, не пять лично приглашенных, а четыре, причем один из них лидер организации должен быть, то есть помогайте под собой проводить дупликацию. Два лидера команды и один лидер группы. Это квалификации, ранги ваши. Но вы видите, здесь вчера Адриан рассчитал, я не считал, он сказал, что 80 человек сегодня достаточно для того, чтобы стать лидером сообщества. Что такое 80 человек? Это вообще ничего, скажем честно. Поэтому они решили пересчитать лидерские бонусы. Сейчас на эти ранги могут выйти очень многие люди, при этом зарабатывать по коммерческому бонусу на 50% больше денег. Очень многие из нас, из всех партнеров. Но лидерские квалификации, лидеры, которые берут на себя ответственность за проведение конференции, за построение структуры, за формирование именно системы подачи информации, вообще за ту нагрузку, которую несут все лидеры повсеместно в проведении, в построении своего бизнеса, в проведении дупликации, компания будет отдельно благодарить уже 6%. Это уже совсем другие деньги. Второй бонус, он несколько сократился. Вы видите, бесконечный бонус нам дают сегодня дистрибьютору и лидеру группы. Убрали третий, то есть уже теперь не 8%, а 5%. Решили, что при такой легкой квалификации очень быстро у нас все будут достигать квалификации высоких. Естественно, подрезать друг другу этот бонус, поэтому нет смысла обещать того, что мы и так с вами, в общем-то, не будем получать. Но оставили в наличии вот этот бонус соответствия, который, естественно, мы будем получать. То есть 25% заработков ваших партнеров, которые достигли вашей квалификации, либо превысили ее, вы будете получать в зависимости от вашей квалификации, открывать себе 4 уровня, получать этот бонус. Это осталось неизменным. И вот, наконец, наш бонус, о котором стоит говорить отдельно. Но я думаю, что мы на школах сделаем файл и будем отдельно о нем говорить, поэтому смотрите. Я пригласила одного человека. Я активно, у меня 8 уровней. Вы помните, раньше это было только 3. 8 уровней, которые позволяют мне собирать деньги для того, чтобы я, допустим, купила пакет месячный. Я уже, если я поработала, у меня один человек, я с одним человеком всего лишь поработала, вывела на спонсора, провела на школы, провела на презентации, провела работу. Я заинтересована купить полугодовой, либо годовой пакет, чтобы своими темпами, пусть медленными, у всех разная скорость, но строить бизнес. И если я вот до 8 уровня получила вознаграждение, у меня хватит денег купить полугодовой, либо годовой пакет. А это уже совсем другие возможности. Если вы спокойно работаете с лидерами, приглашаете серьезных людей, инвесторы – это отдельная тема. Я здесь говорю по построению бизнеса. Если вы пригласили второго человека, у вас уже открылось, смотрите, сколько? 12 уровней, да? При прежних 8. Далее, 3 человека. 3 человека у вас дублицируют ваши личники, вы открываете себе уже 18 уровней. Я хочу сказать, что у нас 18 уровней открывалось максимально на 4 человека, и только пятый открывал 40. А теперь смотрите, 4 человека, которые вот в лидер организации, вам открывают 30 уровней. Работайте в качественном направлении, то есть работайте со своей первой. Не нужно 10, 15, 20, слижу получить первый. Это же, понимаете, разовое вознаграждение, пакет куплен на год, не принесет вам доходов. Компания стимулирует нас работать качественно на дупликацию. Работайте с каждым партнером. Вот почему я иногда работаю из глубины, приходят партнеры, которые вообще разницы не видят между битрекс, биткоин и остальными терминами. То есть это о чем говорит? Что не проведена с ними качественная работа по именно дупликации именно этого бизнеса в сложном рынке, в сложном секторе. Мы сами учимся каждый день, мы сами не профессионалы в этой области. Но хотя бы то, что я уже научилась, поняла, разбираюсь и могу объяснить, я должна донести до своих партнеров, помочь им понять все то же самое. Сделать, понять потенциал этого бизнеса и уже уверенно работать со своей первой линией, они должны уже будут передать все эти знания именно в этом объеме. И, естественно, просчет, математика и демонстрация всего того, что я вам здесь показываю на цифрах на файле. Все это очень легко сделать, если вы будете видеть и понимать конечную цель, куда вы идете. Так вот, представьте себе, 4 человека, грамотно подготовленных, 30 уровней, да это колоссальные деньги, только правильно подготовленных. И 4 тех же человека, но уже которые действительно вас публицируют, то есть растут в квалификациях, это 40 уровней, только по одному маркетингу. Да, это интересно, я считаю, что это интересный перерасчет, как сказал Рубен, по расчету, по оценке расчета старого маркетинга и маркетинга в новой форме, вот этого именно коммерческого бонуса. Здесь добавлено общие выплаты 50% к сумме, к 100%, допустим, прошлого периода. То есть теперь, растя в рангах, мы за нашу работу получаем значительно больше денег. И так-то немало было, но сейчас еще лучше. Так, что нужно сказать о квалификациях? Ну, здесь вы видите, да, я уже о них сказала, это просто повторение. И уровни, вы видите, что активный 8, дистрибьютор 12 уровней, лидер группы это 18 уровней, лидер команды 24, лидер организации 30 и лидер сообщества 40 уровней открываются по бонусу. Следующий бонус мастер, который все отдельно спрашивают. Значит, смотрите, я конкретно задала вопрос, говорю, мне нужно будет рассказать партнерам, за выходные мы приготовим эти расчеты, те, которые у нас были по старому маркетингу, мы все приготовим. Так вот, мне нужно сказать партнеру, вот лидер, он стремится к пассивному заработку, он стремится к резидуалу. Что ему нужно сделать, чтобы выйти на квалификацию мастер? Прежде всего, объем инвестиций в вашей структуру. Я уже сказала, достигнуть ранга сейчас лидер организации, лидер сообщества, вернее, это 80 человек. В зависимости от качества инвестиций, то есть вы достигли этого статуса, но у вас есть половина годовых, половина месячных пакетов, через месяц у вас закончились активные пакеты месячные, люди выбывают, вам нужно опять приглашать кого-то, поэтому качество работы, качество инвестиций. Если у вас годовые пакеты, допустим, ваша группа составила 300 человек, проинвестировавшихся на 500 евро, то есть купили годовые пакеты за 497 евро, вы мастер своей команды. Уже делите 6% от мирового оборота, если это 247, то 500 человек, то есть это все в зависимости от вложенных усилий, это все в статистике придет, мы поймем, как это будет распределяться. То есть это не мастер страны региона, которых на сегодня 4 всего, включая Ирину Игнатьеву по России, поэтому это другая квалификация, которая открывает еще более широкие возможности. С вводом ее в действие на сегодняшний момент у вас, ваша команда, 250 человек, которые, пускай половина из них на 247, часть купила там за 500, часть была инвесторов, то есть объем инвестиций значительный. Компания присваивает мастер, присваивает квалификацию мастер по своей команде. Плюс инвестиции, что это такое? Лидерам, которые действительно отвечают за развитие бизнеса, за развитие дупликации, за построение системы бизнеса в своей стране, в своем регионе, отвечают за издание каких-то дополнительных документов, извините, документов, материалов, которые помогали, облегчали возможности работы в своей структуре, это инвестиции, это лидерская инициатива. За это компания будет вознаграждать лидеров турпоездками, награждать, я знаю, какими-то бонусами дополнительными. Здесь не рисуют ни машины, ни какие другие, каждый период, каждый год будет отличаться какими-то своими бонусами, они будут анонсировать, что-то мы будем получать. Поэтому закончится вот сейчас переход на новый этап, когда мы начинаем работать в новой схеме, за месяц статистика будет, мы уже будем знать, что говорить, в новом плане демонстрировать наши заработки. Вы помните, я уже говорила неоднократно, здесь был вопрос, я еще раз говорю, что по прошлому периоду, допустим, квалификационные, ну Россия только-только, это все из 20 тысяч, россиян чуть более 700, причем активных, которые дистрибьюторы, это 300. Потому что большая часть инвесторов на крупные пакеты, которые позволили сделать им неквалификацию и вывести в свое время по суммам, это были инвесторы большие, которые вложили большие суммы, это было первое полугодие. Дальше. Что необходимо сказать по заработкам? У меня выше, по лидеру организации, у меня выше, чем 57 евро за день у меня не было. Там было и 18, и 32, 57 в день. Вот весь период, который у меня был, там росла сеть, росла структура, у меня такой заработок был в день. Но можете перемножить на 30 дней, на 60 дней, пока я получала эти квалификации. Адриан, лидер в мировом сообществе, он был единственным из лидера организации. Он сделал свою квалификацию к июню, он и в июле, и в августе нам давал скриншоты, мы их демонстрировали у себя на конференциях. То до сентября. В сентябре уже нет, потому что начались переходы, когда особенно вот миграция на... Это как раз август был, миграция на новые серверы, это все немножко тормознуло. Почему мы ждали окончания работы, ждали 1 октября. Нормально работать мы стали с 1 октября. Поэтому по Адриану, если вы помните, один раз я демонстрировала, это было 500 с копейками, не помню уже сколько, 500 с лишним его, ночной заработок был 800 ночной. То есть за ночью падает этот бонус, ежедневно компания все распределяет, ночью по итогу мирового оборота падает бонус этим лидерам. Вот такие суммы за день Адриан получал в этом статусе. Какие он будет получать в новом, в течение месяца мы все это увидим в статистике, он демонстрирует, показывает, он просто не публикует это, но партнерам разрешает смотреть. Все. Вот вам основная информация по нашему маркетингу. Что нужно сказать по маркетингу по карте? Вот здесь вы видите уже расчет таблицы, он несколько изменился. Если вы помните, у нас был первый уровень 23,33 и потом со второго по одиннадцатый 2,33% вознаграждения за построение структуры по карте. Сейчас у нас 23,50, ровно половина от 47%, извините, от 47%, которые даются нам на структуру, мы получаем в первую линию. Что это означает? Если партнер ничего не хочет знать, ему на только карта на здоровье, партнер, который приобретает карту, он один день активен, если он в этот день пригласит активных партнеров, вы нарегистрируетесь хотя бы 4-5 уровней, вы получите эти проценты. Но со второго дня он получает вознаграждение только за первую линию, только. Он не работает в основном плане маркетинг, основной по нашему сайту основному. Все партнеры, которые регистрируются ниже, вот сюда 11 уровень, получают эти вознаграждения только тот партнер, который имеет активный пакет, месячный, полугодовой, либо годовой по основному маркетингу. Как только он купил дистрибьюторский пакет, который несет ему монеты, он открывает себе по покупке карт 11 уровней. Кто-то из этих партнеров решил купить какой-то дистрибьюторский пакет, вы получаете вознаграждение. Вы, все остальные нет. Поэтому это интересный маркетинг. При этом покупая карту, просто карту, вы все равно получаете бэк-офис у себя на основном сайте. Вы получаете возможность в любой момент, в любое время купить любой пакет, не активируясь дополнительно, не оплачивая за простой, ни за что, вас никто никуда не удаляет никогда. Вы получаете возможность начать свой бизнес по построению основной структуры, если вам стала интересна наша монета. Либо другой продукт, который придет. Мы за 16-й год получили три продукта. Два из них вы видите, ну, СБшка, это копия. Она будет востребована в ближайшей перспективе. Я думаю, мы все будем ее покупать. Это, в общем-то, пен по-русски. Цифровая копия кошелька. Поэтому мы получим возможность ее покупать. Это тоже их продукт. Три продукта. Какие будут следующие, мы узнаем в этом году. Если вам понравится какой-то другой продукт, да, на здоровье покупайте и станьте активным партнером, дистрибьютором. Получайте по основному маркетингу деньги. Приглашайте по картам, строите структуру, получайте вознаграждение здесь. Я думаю, это понятно. Что сказал Рубен? Там был на основной презентации файл. Он сказал, что в ближайшие перспективы, мы уже знаем, что у нас уже появился обменник, покупка биткоина на нашей платформе. В ближайшие дни мы получим возможность регистрации партнеров на платформу, минуя вашу регистрационную ссылку, вашу реферальную ссылку. То есть, кто бы ни зашел на нашу платформу, где бы он ни регистрировался, он получает возможность получить наш кошелек бесплатно. Захочет он купить карту, карта совсем другой уже механизм, это продукт компании Криптотек, а мы знаем, что все продукты компании Криптотек распределяются только через структуру нашей сети основной, теперь это инфинитум фланг. Поэтому, как только он покупает карту у себя же на платформе, по его регистрационным данным, по его адресу проживания автоматически алгоритм определяет этого партнера в основную структуру в нашу по адресу, по индексу проживания. То есть, активные партнеры, которые имеют годовые пакеты, которые активны в совпадении региональных индексов, вам позволят получать переливы в вашу основную сеть. Это тоже весьма интересная перспектива. Итак, самое главное, что платим каждый день. Самая основная, наверное, характеристика компании является то, что она платит ежедневно. Все ваши вознаграждения вы получаете у себя на ваши кошельки. Многие уже получают сразу наши кошельки инфинитум карт, потому что мы поменяли адреса биткоина у себя в профайлах. Да, замечание. Я сегодня зашла и стала перед фактом, что мы так уже переходим, перегрузка уже идет. И у вас в профайлах нам всем нужно будет внести изменения, пока не знаю. То ли через поддержку, то ли нам разрешают самим поменять, но исчезли ваши документы. То есть, кое-что нужно будет там добавлять, изменять, верифицировать. Все. Все, что я хотела сказать по презентации, я сказала. Теперь ваши вопросы. Я, по ходу, отвечала.